В прошлом бою Змеевик сражался с морским шокером. Легкую победу смог одержать Змеевик. Результаты голосования вы видите сейчас на экране. Змеевик набирает три очка и вместе с ночной фурией возглавляет группу С. А сегодня в бой вступают драконы из группы Д. Сегодня непросто будет определить победителя. Они никогда не встречались. Но сегодня они вынуждены будут сразиться, чтобы определить сильнейшего. Он никогда не видел света. Пещера-Крушитель. А он никогда не был под землей. Тайфумеранг. Кто одержит победу, голосуй в конце видео. Пещера-Крушитель живет под землей, как крот. Он утратил крылья, и его глаза перестали воспринимать яркое солнце. Ему незачем вылезать наружу, разве что только ночью. А Тайфумеранг только в детстве мог побывать в пещерах. Взрослый Тайфумеранг таких больших размеров, что не поместится в пещеру. Он только заглянуть туда сможет. Что может сделать Тайфумеранг? Он может выжить все живое внутри пещеры. Его огневой залп настолько мощный и долгий, что можно очень длинную пещеру полностью залить огнем. И достать пещеру-Крушителя. Но у пещеры-Крушителя есть две способности, которые помогут ему спастись от залпа Тайфумеранга. Во-первых, когда пещера-Крушитель выделяет слизь, его кожа становится огнезащитной. Два кочегара, королева огнеедов и ужасное чудовище вместе не смогли своими залпами одолеть пещеру-Крушителя. И его вторая способность. Экинг, ты это видел? Он расплющил позвоночник! И проскользнул в трещину! Да! А я что говорил? Пещера-Крушитель может протиснуться в щель, вылезти в другом тоннеле, и залп Тайфумеранга его не достигнет. Какая бы мощь ни была у Тайфумеранга, пещера-Крушитель в своей стихии неуязвим. Но что же он может сделать со своим противником? Лезть в бой напрямую не имеет смысла. Тут нужна хитрость. Способен ли на это пещера-Крушитель? Пока Тайфумеранга атакует вход в пещеру и заливает ее огнем, пещера-Крушитель может пролезть через щели. Зайти с тыла и атаковать противника! Только если он с первого раза не нанесет сокрушительный удар, то Тайфумеранг будет жарить пещеру-Крушителя своим огнем. Что будет сильнее? Залп Тайфумеранга или броня пещеры-Крушителя? Сдается мне, что броня выдержит. Каждый из этих драконов силен и может победить многих драконов. Но между собой им сложно бороться. Если пещера-Крушитель будет прятаться в своей пещере, а это он может легко сделать, то Тайфумеранг улетит ни с чем. Что это? Первая ничья? Или кто-то из драконов все-таки одержит победу? Мне очень интересно, как проголосуешь ты. Оставь свой голос, нажав на ссылку по этой красной стрелке. Выбери результат этой битвы. В этом бою, наверное, нет смысла напоминать, но все-таки... Помни! Мы выбираем сильнейшего дракона. Выбери того, кто сильнее. А также не забудь подписаться на канал. Следующий бой. Землетряс против Буйволорда. На сегодня это все. С вами был Монстровец. Делитесь видео с друзьями. Ставьте монстр лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok